Денжинс 4 Сколько надежд и ожиданий возлагается на эту игру? Оправдались ли эти ожидания? Или даже игра превзойдёт все ожидания? Об этом в видео. Всем привет, Сальсогеймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Перед просмотром этого видео рекомендую посмотреть два предыдущих по Денжинс 4. А если хотите наиболее полной информации, добро пожаловать на запись стрима с полным прохождением демо. В демо показали 4 уровня, вступительный и 3 из кампании. На них мы играли за каждую фракцию отдельно, что позволило досконально изучить особенности каждой. Три фракции это Орда, Демоны и Нежить. Их все порядком переработали и играются они теперь немного иначе, пожалуй, кроме Орды. Орда практически осталась без изменений. Но не будем валить всё в кучу, начнём по порядку. И самое главное, что меня привело в дикий восторг, и я прям готов был рвануть сразу делать предзаказ, это фирменный юмор серии, стёп, шутки, отсылки на известные книги, сериалы, фильмы. Всё в наличии. Начинаешь хохотать через несколько минут после старта. Гениально! Это шедевр! Это шедевр! К сожалению, русской озвучки нет, а поэтому часть ролика пропускаешь, читая субтитры. Качество их упало, и некоторая игра слов в оригинале теряется при переводе. Да, наверное. Спасибо. Очень жаль. Игровой процесс в основном остался прежним. Мы начинаем добывать золото, откапываем и обустраиваем комнаты, вербуем существ, обеспечиваем наших существ едой и отдыхом, а также зарплатой. У игры есть 4 ветки исследования, общая, ветка орды, ветка демонов и ветка нежити. У каждой ветки есть общий уровень, он в основном даёт возможность повышать уровни комнат и существ. Общий уровень можно максимально в демо повысить до 3. Количество улучшений ветки исследования также зависит от её общего уровня, и вы можете потратить их прокачивая что-то одно, например, в улучшении сокровищницы или существ, но при этом уровень сокровищницы нельзя поднять выше общего уровня ветки. Звучит запутанно, но во время игры это легко осваивается. Что же до новых существ? Я очень ждал комнату с зелиями, но в демо её нет. У орды появится лишь один новый боец, это карлик. Он бросается бомбами во врага, таким образом орда получила юниту с дальнобойной атакой. Гоблины, кроме габаботов, могут обзавестись огнемётами, но в игре эта атака пока недоступна. Это связано с тем, что прокачать существ до более развитых форм в демо нельзя. В линейке демонов произошло много изменений. Во-первых, были добавлены два новых юнита. Один атакует в ближнем бою огнём, а второй это бихолдер, который своим взглядом испепеляет врага. Они выглядят очень забавно и мне бихолдеры очень понравились. В своём логове теперь демоны не отдыхают, а только возрождаются в нём, поглощая манну. Здоровье демонов восполняется либо на проклятой земле, либо в подземелье. Восстанавливается оно очень быстро, что делает игру гораздо легче. При этом я играл на высокой сложности. Основным ресурсом, поглощаемым демонами, остаётся манна. Её, как и в третьей части, добывают в арканиуме. Но в четвёртой части её добывают не демоны, а сопляки. У сопляков появилось огромное количество задач. Они добывают золото, манну, изготавливают инструменты, роют ходы, таскают манну для воскрешения демонов, из-за чего не успевают всё делать. И бывает, что они забивают либо на добычу манны, либо на золото, и только копают и строят. Но и тут есть подвох. В уровне снежики появляются бруски, которые крепче обычных. И даже если вы ставите в приоритет копать, то ковырять их сопляки будут в последнюю очередь. И если в четвёртой части не будет заклинаний телепорта в прокачке сопляков, то строительство подземелья сильно затянется. Но вы можете менять их приоритеты и указывать, чем заняться в первую очередь. Нежить полностью преобразилась. Изменились даже знаменитые крикуньи Банши. Вместо личей пришли рыцари смерти и наконец-то добавили вампиров. Дело в том, что специально для нежити теперь придумали новый ресурс – гниль. Мы её получаем, когда швыряем кого-то в жертвенник или жертвеннику молится нежить. Гниль поднимает нежить поменьше – миньонов, которая теперь сопровождает существ. Банши сопровождает милые скелетики-волшебники, а рыцари – призрачные гонщии. Ну, в смысле маленькие гонщии, в смысле щеночки. Благодаря этому нежить из самой слабой превратил в самую мощную и сбалансированную фракцию. Банши задерживают врага, рыцари смерти наносят большой урон в ближнем бою что живым противникам, что зданиям, а королевы вампиров почти мгновенно вытягивают жизни из добрых героев и одновременно лечатся. Зданиям вампиру урона не наносят, но против живой силы противника они очень эффективны. Основное оружие нежити по-прежнему могильный холод, который замедляет врага. И относительно юнитов, пожалуй, всё. В игре полностью переделали интерфейс, что мне не понравилось. Так, на мой вкус, стало хуже. Все важные значки сместились с левого края экрана вверх, а также подвинули все значки с ресурсами. Когда смотришь записи геймплея, это не бросается в глаза, а вот поиграя, очень даже ощущается. В третьей части меню исследований было в виде схемы, в центре которого была талия. Соединениями было показано, какая прокачка от чего зависит, всё было просто и понятно. Теперь, когда исследования разделены на части, а в частях всё свалено в одну кучу, разобраться с исследованиями сложнее, и взаимосвязь одного исследования с другим теперь не очевидна. Есть отдельное меню для найма и для просмотра состава армии. Для ловушек тоже своё меню, а заклинания собраны вдоль левого края экрана, и на них действуют кнопки быстрого вызова. В каждое же меню вы входите каждый раз кликая мышкой. Ресурс коварства переработали заново. Для его хранения теперь есть отдельная комната. Островков коварства теперь на поверхности нет. Коварства мы зарабатываем, выполняя основное задание и второстепенные. Они вместе отображаются справа. С золотом всё по-прежнему добываем, складываем в сокровищницу, тратим. При этом алмазные жилы стали расположены очень удобно для добычи золота, а не в мурованную стену, так что к ним можно подойти с двух или с трёх сторон. Карта должна была стать большой, но оказалось есть нюансы. Она действительно стала больше, но по краям карты появилась магма. Она наносит урон всем существам, а строить на ней ничего нельзя. То есть строить вы по-прежнему можете только вокруг сердца подземелья. Лава же мешает добывать золото и манну, потому что без груза сопляки по ней могут бегать, а с грузом нет, и им нужно расчищать путь к сокровищнице или арканиуму, чтобы донести золото или манну. Среди ловушек новых демо не было, все они были в третьей части. Единственное, на что добавилась дорожка из бензопил, и появились дорожки из смолы и шипов, которые вместо одной клетки занимают сразу три. Это немного упрощает строительство ловушек. Графика стала получше, но только в плане визуала подземелья и городов героев, самих героев. Существа же практически внешне не изменились. Их анимации и прорисовки остались примерно на уровне третьей части, но чуть получше. Например, вот эти демоны нарисованы плохо, фигурки же врагов проработаны лучше. Видимо, чтоб все поняли отсылки к Варкрафту. Не обошлось без багов, основная их причина в подземелье у существ глючит навигатор, и они не могут найти еду или логово, чаще всего тупили гоблины. Музыка динамичнее стала, интересное, бодрящее, в меню фоном, и во время игры звучит фоном рок-н-ролл. Но на мой личный вкус он совершенно не сочетается с игрой. На этом у меня, пожалуй, все. Спасибо всем за поддержку донатами, подпиской, лайками и комментариями. Давайте обсудим игру в комментариях. Очень жду ваших подписок. Рекомендуйте канал друзьям и знакомым, чтобы больше хороших людей узнавали о хороших играх. Вам не сложно, а мне очень приятно. Больше игровых новостей в нашем сообществе в ВК. Просто поболтать можно в моей группе в Дискорд. Игра выходит 9 ноября 2023 года. Русский язык в ней будет. Со дня релиза включена в геймпасс. Пока-пока и не бомби по пустякам.